Всем привет, ребята! Ну что, добрался наконец-то до кабинета и могу вам дать информацию, определенные рассуждения и как у нас дальше по работе. Первое, что хотелось бы обсудить, важную тему, которую сейчас муссировали в интернете очень сильно, смотрю там всяких версий куча, сразу уже бесценно куча, сразу же куча выводов и так далее. По поводу указа президента, по поводу некой репатриации из Европы. И началось, сейчас нам заведут вот это, сейчас завезут вот это, сейчас будет вот это. Давайте мы будем сейчас разбираться по этому поводу. Вы знаете меня, что я человек объективный, я и критиковать буду, и говорить как есть. Короче, погнали, смотрите. Изначально этот указ, вообще инициатива формировалась еще где-то с годик назад. Я уже был в курсе, она называлась типа как проект для такой некой консервативной традиционной белой репатриации. То есть, для тех людей, которые с христианскими принципами, например, христиане, которые устали жить в неолиберальных странах, где насаживают ЛГБТ и прочее, 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 они со своими традиционными убеждениями, если они у них есть, и они могут их подтвердить, они могут получить право на репатриацию. Они приезжают и приумножают в те регионы, которые нужно развивать. Так это проектировалось. Так это сейчас подписано по поводу неолиберальных стран и, в принципе, в основном идет затея именно на христиан. Но, давайте разбираться как положено. Могут ли этим воспользоваться лоббисты ваххабизма или той же самой миграционной повесткой, которые заинтересованы непосредственно в тотальной, обращу внимание, ваххабистской исламизации? Да, могут. Могут, там есть дырки. Вот как они это будут делать? Другой вопрос. Как это будет регулироваться? Еще один вопрос. Кого они именно будут выбирать в эту такую, назовем ее, белую консервативную репатриацию? Тоже есть вопрос определенный. Уже есть случай, что приехала республиканская семья американцев, откуда-то там ближе к Техасу, которые вот готовы. В себе в порядке хотят заниматься сельхоздеятельностью христиане. Welcome, как говорится. Я считаю, что нам уже ваххабитиков хватило и Средней Азии, еще не хватало с Европой. Но, опять же, отрицать этот момент на 100%, что им никто не будет пользоваться, просто тупо нельзя. Мы сейчас будем наблюдать, как указ будет вступать в законную силу, как он будет работать, что из этого получится. Естественно, если к нам в страну начнут тащить еще сука ваххабитов оттуда, ну, будем кипишевать по полной. Я думаю, что общественность бунтуется многоверно. Я думаю, что они прекрасно понимают, что если законопроект начнет работать через вот эту вот призму ваххабизма, они просто доведут страну реально до уже агрессивных действий простого народа. Я думаю, они себе ответственность в этом плане все-таки отдают. Но еще раз говорю, что проект планировался изначально вот таким образом. Я уже там был в курсе, мы уже общались там, и знакомые ребята тоже в это все вкладывались. Сейчас вышел уже указ. Поэтому говорить односторонне, что сейчас нам завезут всех подряд, нельзя ни в коем случае. Я просто говорю, как есть. Но вариант того, что могут попытаться прошлындать, имеет место быть. Вот вам адекватный, вот вам объективный разбор того, что у нас подписал президент по поводу указа вот этой вот репатриации. Если указ будет работать как положено, как он задумывался, на самом деле будет на пользу. Пускай приезжают консервативные, традиционные люди. Ну и там дальше уже будут ассимилироваться. Поэтому если уж выбирать между вот этим и вот этим, то, что происходит сейчас, понятное дело. Но при этом у нас и то, что происходит сейчас, ни хрена толком не останавливает, хотя работа пошла хорошая. Ребят, я вам серьезно говорю, работа пошла хорошая, плотная. И по законодательной базе по поводу проблем миграционной политики. И на физической основе работа пошла. Начинают вылезать всякие депутатики, которые там моросят. И все это хрень. Пускай моросят дальше, работа будет продолжаться в любом случае. Дальше делим по делам нашим, по делам северного человека. Я уже в ролике рассказывал, но дополнительно расскажу, кто-нибудь информацию пропустил. Да, у нас сейчас заходят еще одни города. Люди уже готовы, руководители проверены. Все нормально, потом попозже все расскажу. Сейчас у нас мой зам, Александр и руководитель еще Краснодара. Алексей, они сейчас в командировке по северному человеку. Мотаются по Уралу, по городам. Встречаются с нашими отделениями, делятся опытом. Мы сейчас вообще у нас очень большой проект на северный человек по поводу развития организации, улучшения показателей. Потом по пунктам расскажу. Сейчас мы пока все планируем, по пунктикам составляем. Я вам потом расскажу. Будет очень большой спектр деятельности для всех, кто состоит в северном человеке. Скучно не будет никому. И наоборот будет полное-полное развитие. Всесторонние проектов много надо осуществлять. Эта организация растет, и это замечательно и хорошо. По приложению, по социальной сети северный человек. Ребятушки, по документам это оказался такой, сука, кошмар. Вы не представляете. Это кошмар. Почему? По одному простой причине. Там каждый код нужно отдельно смотреть, расписывать, прописывать, что мы не нарушили чужое авторское право. Там вот такие бумаги. Но сделали. Слава богу. Все бумаги сделали. Вроде все соглашения. Мы достигли их. На данный момент мы их подписываем. И я запускаю первый транш по бабкам, чтобы уже прописывали. Но потом выясняется, что оказывается после всего этого дополнительная регистрация, которая может длиться до трех, сука, месяцев. Короче, чтобы сделать по-нормальному, чтобы нас с трассы потом не сняли, чтобы это приложение потом не ушатали через полгода за какую-нибудь чушь, приходится проделать вот такую работу. У нас просто юристы уже три человека над этим работают отдельно по бумагам. Но работают, работа делается, все хорошо. Но, ребят, вы меня прекрасно знаете. Я уже много раз говорил пословица. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Это про меня. Продумай стратегию на пять шагов вперед. Это про меня. Поэтому, когда кто-то мне берет и говорит, почему ты там это делаешь медленно, это можно было сделать быстрее, я всем всегда беру и говорю, сделайте, пожалуйста, лучше. Я вас всех отблагодарю. Получится лучше, я скажу спасибо. Я на данный момент взялся за вот эту инициативу. Я ее сделал так, чтобы она работала. Уйдет на нее какое-то определенное время, значит, так должно быть, чтобы потом это работало. Так же, как северный человек. Вспомните, как меня долбили. Чего я так долго открываю объединение? Это потому, что нужно было все подготовить так, чтобы вот оно уже два года почти работает. Понимаете? Без задоринки. Поэтому, по северному человеку все путем. Еще раз говорю, ребятушки, весь движняк каждого города северного человека находится во всероссийском ресурсе и находится также в каждом ресурсе северного человека. Поэтому здесь, на своем канале авторском, я уже не выкладываю весь этот материал. Мне не нужно рассказывать обо всех событиях, потому что они уже происходят в городах, люди там работают. Мало того, сейчас уже появилось много разных ресурсов, которые освещают те же самые тематики. Я говорю, я не новостной ресурс. Поехали дальше. Дальше, по поводу информационки. Кстати, еще раз говорю, вот кого интересуют именно новости, я уже говорю, у нас есть наши братья, ресурс Пс из городских окраин, он сейчас стремительно развивается, потому что они делают действительно хорошую журналистскую работу, но при этом в нашей сфере и с огоньком, с фаном и со стайлом, как говорится. Поэтому силочку размещу, подписывайтесь, там свои ребята, там всегда проверены информации, без фейков, без ничего. Еще дальше рассказываю. Для тех, кто ждет альбом Нетолерантность, мы ваших групп, новые клипы и концертные туры, рассказываю. Короче, альбом Нетолерантность выходит примерно там 15 сентября, в середине сентября он должен выйти, уже вот прям буквально. 29-го сейчас выходит новый клип, августа, манифестный клип выходит. И потом у нас стартует концертный тур под названием Суровая библиотека. Я вот еще раз рассказывал, что такое Суровая библиотека, но я потом еще расскажу в приглашении. Отдельное видео приглашение мы делаем на тур. Стартуем с Воронежа, 19 октября, и понеслась. Поедем и на Урал, и в Сибирь, и Дальний Восток, везде побудем. Ссылочку размещаю, заходите, выбирайте свой город, покупайте билеты, и увидимся на концерте. Про Воронеж, как всегда говорю, друзья, Воронеж у нас столица Черноземья, у нас такое введено правило, кто не знал, для ваших групп. Весь Черноземья, все Черноземья, мы встречаемся на концерте Воронежа. То есть, Липецк, Орел, Курск, Белгород, ребята, все к нам в гости, всегда так все делают, собираются к компании, приезжают, у нас такая большая черноземская семья Воронежа собирается, и мы там даем большой хороший концерт, по одной простой причине, потому что Воронеж у нас все оборудование, Воронеж у нас подходящие клубешники, мы можем дать действительно хороший концерт. А приехать, например, в Орел дать концерт, он по бабкам 100 пудов уйдет, тупо в минус, люди такого драйва не получат. А лучше приехать в Воронеж, всей компании попутешествовать и получить замечательные эмоции. Ну и дальше там у нас Москва, Питер и так далее. По ссылочке проходите, все смотрите. Еще раз говорю, музыка, поэзия, она является неотъемлемой главной частью моей деятельности, потому как, поверьте мне, именно через разум мы можем потом осуществлять действия. Тебе не нужно будет уже человеку объяснять какие-то фундаментальные вещи, он их уже получил. Он их уже получил через поэзию, через музыку. Поэтому, поэтому я еще раз говорю, всегда, всегда поэтами, музыкантами, деятелями, которые имели какое-то влияние на людей, их быстренько брали в оборот, связаны с их деятельностью. Пой вот это, рассказывай вот это. Слава Богу, меня в оборот еще не дергали и не указывали, что мне писать, что не писать. Могли только попросить что-то написать. И я объяснял, что ОДы я не пишу, а вот это я пишу, поэтому выйдет то, что выйдет. И альбомчик жестенький. Альбомчик жестенький. Все, как мы любим. Ребят, все, как мы любим. Альбом прям, при этом хорошие песни про любовь. Замечательные, красивые сделали песни по-взрослому. Вот. Поэтому увидимся на концертах. Все рассказал. В дальнейшем буду рассказывать, показывать остальную деятельность. Ну и конечно же, конечно же, всех 31 августа ждем на лекции в Москве по поводу Данилы Багрова, по поводу фильма «Брат-брат 2», «Балабанов», «Средства общества», «Влияние на культуру» и так далее. Там большая, крутая лекция. Будет Роман Антоновский «Сыны монархии». Будет замечательно круто. Вход бесплатный. Ссылочку размещаю на регистрацию на лекцию в Москве 31 августа. Всех обнял. Северный человек. Разум и сила. Редактор субтитров А.Семкин 31 августа. Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин